Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв оптимистично настроен в отношении проведения поединка между Флойдом Майвезером-младшим и Хабибом Нурмагомедовым в Москве. По мнению Кремлёва, бюджет данного мероприятия составит около 1 миллиарда долларов, но найти такую сумму вполне реально за счёт привлечения российских и зарубежных инвесторов. Если Хабиб примет решение боксировать с Майвезером, то, конечно, это реально, и мы сделаем всё необходимое, чтобы бой прошёл летом в Москве в Лужниках. Главное – найти инвесторов, привлечь не только наши компании, но и европейские и американские. Бой Хабиба с Майвезером интересен всем. Думаю, общая стоимость проведения боя – около миллиарда долларов. Это и расходы, и доходы. При этом не сомневаюсь, что выйдем в плюс. По факту будет видно, заявил Кремлёв. Безусловно, при отсутствии Пеппер Ю ни о какой прибыли не может быть и речи, а для платной трансляции этого события на Соединённые Штаты Америки бой должен начаться в Москве около 6 часов утра. Также Федерации Бокса России предлагает максимум усилия для организации матча-реванша между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Предпринимаем всё возможное, чтобы состоялся матч-реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Он нужен обязательно. Мурат очень просит организовать поединок с Усиком. Считаю, что реванша не избежать. Вне зависимости от того, в какой категории будет выступать Усик – тяжёлый или супертяжёлый. Такой поединок может состояться в конце 2019 года или в начале 2020. Мы говорили из команды Усика насчёт возможного реванша. Они были не против. Глава компании Матч Рум Боксинг Эдди Хирн сообщил, что у Тайсона Фьюри есть проблемы с его промоутером Фрэнком Уорреном. По словам Эдди, в минувший Вейк Энн сыганский король несколько раз написал ему в социальных сетях, а также они связывались через мобильный телефон. Да, Фьюри написал несколько раз мне, потом мы с ним разговаривались по телефону. Послушайте, Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира, но если нет такой возможности прямо сейчас, тогда он готов скрестить перчатки с Тайсоном Фьюри или Диллианом Уайтом. Так что будь то Диллиан Уайт, Джарл Миллер, Тайсон Фьюри или Дуантей Уайлдер, Джошуа будет готов защищать от них свои чемпионские пояса. Американский боксёр Джермал Чарло сделал заявление относительно поединка с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Крис Юбинг-младший анонсировал свое возвращение на февраль 2019 года и пообещал, что это будет большой бой против серьезного соперника. Крис не уточнил, кто именно станет его оппонентом, но судя по всему им будет сочистенник Джеймс Ди Гейл. Сегодня стало известно, что Джон Джонс вновь провалил допинг-тестирование, однако виновным Юсада его не назвали, поскольку исходя из их заявления, это всплеск от давнего использования. И конечно же эту тему подхватил Даниэль Корме и раскритиковал Юсада и самого Джона, что привело к такому ответу от него. «Спасибо за смех, он мне был нужен в эту ночь. 150 тысяч долларов любому благотворительному фонду в Лафаэте. Если Кормей примет мой вызов, оставь деньги себе и пройди более строгое тестирование на наркотики и никаких оправданий. Я отдам 125 тысяч долларов на благотворительность в Лафаэте и столько же на благотворительность в Сан-Хосе. Ты же просто оплатишь тестирование. Я могу шлепнуть твою жену по заднице и ты ничего не сможешь с этим сделать. Ты моя сучка DC. Это неизменно. Забавно то, что ты написал обо мне два поста. Но когда я просил тебя прийти и забрать твой пояс, ты ничего не ответил. Ты не сделаешь подобного дерьма. Ты лишь стероидный наркоман. Я клянусь, что никогда бы не коснулся плоской задницы твоей жены. Я не буду помогать продвигать твой дерьмовый бой. Наркоман стероидный мошенник. Пошел ты». Также Хабиб Нурмагомедов прокомментировал провальный допинг-тест Джона Джонса. Слишком много политики. Хэштег USADA, хэштег UFC, хэштег DCTime. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok